Здравствуйте, подписчики моего канала и просто любители Карторон. Давайте посмотрим, какие возможности откроются перед вами в ближайшем будущем. Я с многими клиентами поддерживаю такие дружеские отношения. Но люди, которые, скажем так, на одной волне со мной, интересные, ресурсные люди, которые к чему-то стремятся, они очень такие, знаете, познавательные, они хотят чему-то в жизни научиться, они чего-то добиваются. Ну, как бы, всегда интересны люди, которые поднимаются вверх по лестнице, да, то есть даже если это маленькие, встроенные, худенькие женщины, да, у которых есть такой стержень, они всегда привлекают вот именно своей энергетикой движение вперед, как маленький локомотив. Вот, и на самом деле вот возможностей у женщин очень много. Вот несмотря на то, что нам навязывают, я бы сказала так, по телевизору или там где-то в соцсетях по поводу возрастных каких-то категорий и так далее, 45 лет жизнь только начинается у всех. То есть не нужно думать о том, что жизнь заканчивается, и ничего уже не будет, и все уже там конец чего-то, да. То есть ваша задача понимать, что человеку дано навек вот это тело, да. Его надо хранить, холить, лелеять, и после 40, естественно, правильно питаться, заниматься спортом, заниматься тем, что нужно, необходимо, да, тогда у вас будет все хорошо. То есть это, как говорят, что там в 50-е и в 60-е это 30, да, только там, например, как бы с небольшим хвостиком. Поэтому не надо думать, что вот все, в 40 лет уже нужно сесть там и стареть. Поэтому давайте будем смотреть, какие возможности откроются перед вами в ближайшем будущем. Итак. Смотрите, ну здесь вообще как бы удача, она вам светит. Именно потому, что вы свою денежку придерживаете, да, именно потому, что вы не растраиваетесь на, допустим, помощь там мужчинам, да, я вообще считаю, что мужчинам материально помогать нельзя ни под каким предлогом. Вот. Вы здесь немножечко будете в таком, ну, лайтовом отдыхе, да, то есть вы поработали как лошадка, очень много сделали, очень много каких-то планов, у вас сейчас небольшая передышка в плане физических нагрузок, и вы сейчас научитесь любить себя любимую, да, то есть у вас как бы по солнцу большие перспективы, большое счастье, большие возможности, вы как будто бы стоите на каком-то переходном уровне на ближайшее будущее. Единственное, у вас есть какой-то страх по поводу привязки в отношениях, может быть, какой-то эмоциональной зависимости. Так, смотрите, здесь такой момент. Ваша энергетика, она на самом деле покоряет горы, да, то есть вы своей энергетикой, если вы идете где-то по городу или там по супермаркетам, одна без сопровождения какого-то там мужского, да, вы обращаете внимание, что на вас вот падает взгляд, да, то есть вы притягиваете внимание мужчин, даже если вы там непонятно во что одеты там, да, и может быть там не накрашены, да, то есть вы чувствуете, как вы притягиваете. Вы здесь начнете как-то смягчаться в любви, да, наверное, после разочарования вы будете более мягкой, более комфортной, будете, конечно, зеркалить партнера, не давать ему каких-то там надежд, но немножечко вы смягчитесь внутри. У вас есть определенные обиды, вы сейчас свободны, вы в свободном полете, в свободном выборе. Смотрите, я бы сказала так, вот все, что в вашей жизни происходит, это на самом деле ситуация, связанная с тем, что, ну, у вас могла быть такая мама, которая любила себя любимую, которая была такая кошка, которая гуляет сама по себе, то есть в вашем роду женщины такие свободолюбивые, которые самоуверены, которые верят в свои силы, могут воспитать детей сами, да, ничего не боятся, никаких трудностей. У вас какая-то, ну, болезненная ситуация по поводу встречи с партнером, то есть человек, который вам упорно и долго морочил голову, предлагал, например, там, брак длительное время, да, теперь вы не доверяете, сомневаетесь, у вас все прояснилось, да, по поводу того, чтобы партнер просто долгий период времени играл в какое-то интернет-общение и не более того, да, сейчас у вас такой момент, что вы можете начать новый этап в отношениях, но через встречу, да, то есть через встречу будут какие-то разговоры на эту тему, и вы будете ждать, пока он сам к этому не подойдет, то есть вы уже столько эмоций ему давать не будете. Здесь, смотрите, здесь партнера держим вами для того, чтобы вот реально построить брак и семью. Он здесь сходит с ума, он переживает очень долгое какое-то бездействие в плане того, чтобы перейти в брак, вернулось ему бумерангом, да, то есть у партнера есть какой-то страх, что у него какая-то ненависть в семье, и он на этом вырос, и он боится, что вот романтические отношения испортятся все браком, но держал вас именно на мечте о браке. Так, здесь, смотрите, карта говорит о том, что вы не будете вообще его ревновать, не будете на это цепляться, он не сможет вас, ну, вами манипулировать на почве какой-то ревности. Так, партнер будет очень сильно злиться. А вы как маленький властный ребенок, да, залезете на свое вот это вот кресло, да, и будете просто хитрить, мудрить и разжигать в нем вот эту вот страсть. Ну, такая игра будет у вас женская. Вы пока не видите выхода из этой ситуации, вы видите, что здесь такой момент, да, что вот все игры закончены, то есть, а партнер поймет, что вся его игра, которую он придумал, да, она приводит в тупик по причине того, что вы любите исключительно себя. То есть на нервах у вас поиграть не получается. Так, выбор. Выбор связанный с финансами. Так, смотрите, здесь такой момент. Вот вы, вы сделаете определенный выбор в сторону его брака с ним, да, и здесь будет золотая клетка. Золотая клетка, в которой вы не будете получать деньги. Ну, то есть вас будут кормить, обувать, одевать, но своих денег у вас не будет. Так, возвращение в отношения у вас через какое-то длительное молчание, ссоры из-за финансов, но уже прям вот разговоры и действия будут идти к браку. То есть вы покажете, что если брака нету, то не надо никаких отношений. У него будет в тайне какая-то агрессия, злость, ревность. Он будет упорно работать над отношениями, он будет получать ваши оскорбления, он будет марионеткой в ваших руках. Но выпустить он вас не может, потому что он считает, что вы его судьбоносная женщина. Здесь будет очень много страхов, сомнений, связанных с тем, что, может быть, на него наведена магия, почему он не может выскочить. Если он раньше много манипулировал женщинами, легко уходил, то здесь он не может выйти. Так, смотрите. Здесь у партнера начнется такое, знаете, мысли такие, что вы к нему стали очень холодны, потому что у вас есть сексуальные отношения с кем-то. И очень много разговоров на почве того, что вы жадная, что вы ему не даете финансов, что вы на него наводите магию, что он там сохнет за вами. Его это не останавливает, потому что у него полотоническая любовь. Она приносит ему удачу, успех, удовольствие. Даже мучительный. Или он понимает, что иначе он останется один. То есть если он в течение 3-4 месяцев ничего не изменит, то вы его просто оставите с носом. Смотрите, тут такой момент. Здесь, смотрите, здесь интересное такое решение у него, да, что он захочет вас познакомить с собственной мамой, потому что он вас показывает, ваши фотографии показывает, и ему нравится, да, что вы красивая женщина и привлекательная такая женщина. Он будет бороться за вас. Он считает, что если он не будет бороться, значит, вы закройте эти отношения. Он будет стараться получать от вас какую-то информацию. Он будет все взвешенно думать. Он будет понимать, что он не может выскочить с отношений. Расстояние вообще здесь, да, роли никакой не играет. Какие-то бесполезные вот эти вот какие-то конфликты, ссоры ни к чему не приводят. Вот. Он будет вам только говорить о том, что вы его судьба. Вот он будет терпеть, он будет молчать и вам внушать, что вы его судьба. Так, смотрите. Вы сейчас на самом деле за ним не старайтесь ни наблюдать, ни следить, ничего не делать. И тут выбор за ним. То есть он должен сделать выбор, он должен принять решение в сторону своей любви. И будет он плести здесь в паутину, потому что он очень скучает, очень тоскует, понимая, что он разрушил отношения. Он будет стараться разрушить отношения ваши параллельные с другим мужчиной. Это будет именно связано с тем, что будет ласковый, будет мертвить, да, как бы вам своими разговорами, своими чувствами, без претензий вообще просто. Но истинного лица все равно открывать он не будет. А вы здесь, знаете, ну, через какое-то время можете почувствовать какие-то чувства к нему, а можете, знаете, подумать, что, ну, и не стоит расставаться. Так, не будете вы действовать его в сторону. У вас какой-то еще другой мужчина интересный появится. Знаете, вот как-то он будет немножечко перетягивать своим характером позитивным, попадете в треугольник. Причем мужчина будет яркий, интересный, занесет вас в водоворот событий. Это будет какой-то внезапный, знаете, ну, сюрприз такой жизненный. Он будет какие-то вам подарки дарить, он будет тоже красиво говорить. И здесь вот интересный момент, что если делалась какая-то магия на предыдущего партнера, он здесь будет беситься и будет это видеть во сне, и психовать, и на него тут работает вот прямо вся магия одновременно, да. И мужчина будет готов на непредсказуемые какие-то эти поступки, потому что он тоже будет пытаться, знаете, на какую-то магию на вас навести. Но он стабильно будет писать о своей любви, о своих чувствах, и он захочет с вами встретиться. То есть он вам предложит вот эту вот встречу, потому что у него уже будет такое затмение в голове, и он будет молиться только, чтобы вы такая звезда, да, были с ним. Потому что вот эта вот зависть к другим мужчинам, она приводит его в сумасшествие какой-то, бессонные ночи, нервозность, пройдет аппетит и так далее, да. То есть вот таких вот болезненных, мучительных чувств он как бы не испытывал, но есть люди, которые любят страдать, да. То есть поэтому как бы он тут вот эти страдания, такие он будет проходить очень тяжело и сложные, тяжелая трансформация. Вот кому интересен такой расклад, заказывайте приватный, и мы рассмотрим вашу ситуацию.